Привет, друзья! Я Григорий Герман, и это Скальпель. Наш острый скальпель правды, которым мы срезаем гнилую плоть лжи российской пропаганды. Чтоб всем могли увидеть пугающую суть происходящего в стране победившего путинизма. Стране, которая так глубоко погрузилась в такие дебри и на такие глубины всеобщего звездеца, что присутствующим кажется, что этот звездец — это и есть нормальная среда обитания. А чё, у вас не так? И лишь отдельные граждане в границах статистической погрешности с ошалевшими глазами наблюдают, как все остальные грызут куриные ножки или стейки medium rare с лобстерами, пируя во время чумы. Потому что остальным норм, им в порядке. Что при аховом положении в медицине в регионах сотни миллионов долларов тратится на то, чтобы убивать людей в чужой стране? Ладно вам на украинцев плевать, ладно на каких-то жителей какого-то Дальнего Востока или просто другого региона, но вы-то себя хоть пожалеете. У вас конкретно в городе с медициной, с образованием, с ЖКХ всё в порядке? Дороги норм? Чё тогда вы с таким упоением и слюнопусканием практически с оргазмом слушаете вот такое вот? Пора иметь ударный кулак, мощный кулак. Конечно, никто не умаляет сегодня заслуг наших воинов, которые идут вперёд. Но нам нужны на сегодня, наверное, уже оперативно-стратегические прорывы для того, чтобы не просто решать задачи на поле боя, а изменять свою пользу всё. Как только мы к Днепру выйдем, совершенно по-другому все запоют. Куда они выйдут? К какому Днепру за год ценой немыслимых усилий захватили около тысячи квадратных километров? Это что-то типа 2% от территории Донецкой области. А для того, чтобы выполнить задачи СВО, озвученные вот только в начале лета царственным хавальником, надо пройти ещё около 40% территории Донецкой области приблизительно. Ну, то есть, с такими темпами вот как раз ещё лет, ну, я не знаю, 8-10. Герой взятия пол-литры на грудь с мячами и бантами, понятное дело, хорохорится. Кстати, я напомню, что вот это чучело генерала в натуральную величину недавно потерял ходовую. В прямом смысле. Колесо у него отвалилось во время поездки по своему избирательному округу в Забайкалье. Он ещё сториз там записывал по этому поводу. То есть ОНО готово тратить миллиарды на то, чтобы повесить свою тряпку трёхкалорную, трёхцветную. Над разрушенными в ноль городами Украины. Но ему в голову не приходит, что эти миллиарды можно потратить на дороги для избирателей. Ну и правильно, да? В стране всеобщего звездеца люди, которые предлагают тратить деньги на войну, а на жизнь, это ж предатели российской родины. А что делают с предателями? Тихо, спокойно, все эти сетки надо отрабатывать и вешать людей. Вешать. Вешать. За террористическую деятельность на территории Российской Федерации нам необходимо перенять опыт в Радской Белоруссии, с которой мы находимся в Союзном Государстве. Где никто смертную казнь за такого рода преступления, себя правильно поменяю, не отменял. Попытка развязать рельсовую войну на территории Белоруссии была в зарудыше пересечена именно такими жесточайшими мерами. И нормально получилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Вот этот вот как раз, да, вот он прекрасно знает, что ему очень даже есть за что. Они все на самом деле знают. И поэтому сломя голову кидаются в любимый сладкий омут с головой. Омут иллюзий, что А. им ничего не будет, Б. они самые сильные. Опять же, как в другом анекдоте про ежика, который шел по лесу, приговаривая, какой он сильный, какой он мощный. А получив случайно дверью медвежьи берлоги в бочину и отлетев метров на пять, да, он начал приговаривать. О, какой я сильный, о, какой я мощный, но легкий. Так и тут мы сильные, мы мощные из каждого утюга. У нас есть такие приборы. Я вообще насчет ядерного оружия, я считаю, нам вообще нужно немножечко, знаете, как говорят в казино, перевернуть стол. Все время они идут по лестнице эскалации и ждут, как бы мы ответим. Нам нужно, так сказать, самим вступить на эту лестницу эскалации. Прежде чем мы будем говорить о тактическом ядерном оружии, у нас и то, что вот Сергей Викторович говорит, я понимаю, о чем он говорит. У нас есть средства, которые мы можем применить и до смерти испугать американцев. Речь идет, прежде всего, о противоспутниковом оружии. Но мы и вам про них не расскажем. Помните, да, такую группу «Манго-манго»? Песня про аквалангистов. Ну так вот, у нас есть такие возможности, но мы вам про них не расскажем, потому что обидно будет получить еще одну армату на погоны. Сармат уже получили. Был на космодроме Плесецк стартовый стол, получился ворм-холл, то есть черная дыра. Сарматушка решил, что он не хочет лететь ни на город Вашингтон, ни на Лондон, он вообще никуда не хочет лететь, он захотел остаться в Плесецке. И остался, вот, пожалуйста, счастливое фото Сармата, который остался на родине. Красиво! И эти люди, вот эти вот прогадившие на самом деле все научно-технические полимеры советских времен, которые и так были не особо айс, да, пытаются грозить кому-то, чем-то в космическом пространстве. Китай предупредить не забудьте, что вы собираетесь загадить околоземную орбиту погасшими и неуправляемыми спутниками. Отсиденьпень рад-то будет, да, шо вся навигация, которая, я напомню, по спутникам ориентируется, ляжет по всему шарику. И контейнеровозы с китайским скарбом никуда не доплывут. Вот он тогда своим нефритовым стержнем, да без вазелинума, покажет вам, какие у вас есть варианты. Точнее, каких нет вариантов. Ладно, это все лирика. На самом деле я хотел с вами обсудить тот самый звездец, который всех Россия накружает, словно ватное одеяло, под которым тепло, уютно и звуки из внешнего мира доносятся, словно бы издалека. В общем, все чудесно, пока кто-то под этим одеялом не испортит воздух. Ой, и не просто кто-то, а представители самых, понимаешь, высоких кругов собрались российские тяжеловесы обтрусить куст с дикими ягодами. Ну и неожиданно, встретив у куста конкурента, принялись выяснять, кто кому альфа. Вы понимаете, о чем я. Президент страны сказал, вот, да, двигайтесь в эту сторону, я это поддерживаю. А Рамзан Ахмадович сказал, минуточку, а я вот считаю, что тут вот мужа обидели. А как это, то есть жена мужа обидела, это не по нашим традиционным понятиям, да, значит, и ценностям исламского мира, да. А мы тут вот сейчас вот разберемся, да. И, ну, как бы это выглядит на самом деле прямой, как вызов не только Керимову, но и как вызов самого Путину, который это дело одобрил. И если получается так, что, ну, просто любой бизнесмен, там, не знаю, там, Придман, Потанин, там, то есть Дерипас, как кто угодно, то есть они внутри себя тоже думают, окей, получается, я пошел там согласовать какую-то важную сделку с Путиным, а это ничего не значит. Да, то есть после этого на меня могут там какие-то чеченцы наехать, а Путин тут будет как-то и не при делах и не может это остановить. Вот, ну, это что такое? Вот, поэтому это очень-очень серьезный вызов, и я не знаю, чем эта ситуация закончится. Вообще вся вот эта вот история, которая сейчас на самом деле заметена под ковер, но, уверен, продолжает там под ковром пузыриться и размножаться делением, она феноменальна. Потому что одновременно она подсекает РНМС самых ярких фигур в российской реальности. Одна из которых настолько одиозна, что может претендовать на Оскар в категории актер, которого ненавидят все. Когда Кадыров там уже приходил всякие границы, всякие беспределы, беспределом занимался, они шли жаловаться Путину. Поговорили, в чем там творит у тебя там туда-сюда, пятый-десятый. И Путин им, как правило, отличал, что, ребята, я вам так до хрена всего даю, у вас так всего много, ты типа не обращайте внимания, ничего с ним, с Кадыровым, он мне Кавказ держит. И вот Путин убежден, что Кадыров ему держит Кавказ. И этим он, по сути дела, дает ему индульгенцию на все грязные дела, в том числе связанные с преступлением. Ну, например, я-то очень хорошо знаю, что кадыровцы, начиная с середины нулевых годов, ближе к десятом годам, начали беспредельничать по всем крупным городам. Они и раньше были фактором этих разборов. Вот эти звери, привозили зверей из-за облах, так и называли. Мы привезем зверей, потом их обратно увезем, вы ничего не сделаете. А когда вот нулевые годы, в шестой, седьмой, восьмой, ближе туда, к десятому, они начали поставлять в Москву банды, которые имели уже удостоверение. Сотрудники прокурорных органов, полиции, прокуроров, Росгвардии и так далее. И эти банды действовали уже как? Они приезжали к бизнесменам какими-то и говорят, «Слушай, вот мы такие, если ты сейчас будешь дергаться, мы сейчас выпишем ордер на твой арест, задержание в каком-то делу, и мы тебя, которым якобы расследуем в Чечне, мы тебя туда увезем, тебя потом никто там не найдет». И вот представьте себе на секунду, что случается что-то, и Кадыров на пару недель теряет свою тесную астральную связь с Путиным. Давайте просто мысленный эксперимент. Сколько дней или, может быть, сколько часов проживет тот, на которого у всех силовиков по всей России зуб величиной с Эйфелеву башню? Как быстро серая масса, которая сейчас опускает глаза при встрече с бородатыми кадыровскими нукерами, кинется на них на улице, в ресторане, в бане, чтобы отплатить за годы унижений и указаний «Знай свое место, да». Да, когда вот они вдруг поймут, что не надо больше прятаться за формулировкой, «Не, ну че, ну нормальные парни, слазя с виртуальной или с вполне реальной бутылки». Ммм, можете себе представить? Вот то-то и оно, только не получится. Потому что ни на неделю, ни на день, Путин своего верного бешеного грозненского борза не отпустит и не обидит. И вот эта ненависть на беспредел кадыровский так и будет накапливаться. Поэтому я так много внимания уделял конфликту вокруг Вайлдберриса, да. Это пусть и спрятанный, но разлом по многим линиям. Россияне, кадыровцы, дагестанцы, ингуши. А что происходит с разломами, скрытыми, можно увидеть в фильме «Разлом Сан-Андреас». Нет, ситуация с Вайлдберрис – это, на мой взгляд, один из самых серьезных вызовов для Владимира Путина до последнего времени, сравнимый с Курской операцией. То есть это колоссальная угроза внутриполитической стабильности. Потому что просто там распоясавшиеся какие-то региональные бароны, все вооруженные, там друг друга стреляют. Дорогоопасный регион Кавказ. Здесь кровные мести, там вполне все могут пойти стенка на стенку, вполне может возникнуть уже большой межнациональный конфликт между чеченцами, дагестанцами, ингушами и так далее по кругу. Ну и самое важное, опять-таки, Путин на данный момент не выглядит как человек, который может это притушить, значит, этот конфликт. Хотя в нормальной стране такой конфликт, он в принципе невозможен. Ну там, где есть суды, и там, где нет Кадырова. Такое возможно в современной России. И было возможно в России образца 90-х. Поэтому вот и уловив знакомые ароматы в воздухе, люди, которые пережили 90-е, и начали поговаривать, что, мол, это первая ласточка, предвещающая возврат вот тех лихих, и в плохом, и в хорошем смысле этого слова, годах. Правда, есть один нюанс. На самом деле, ничто не может вернуть Россию в 90-е. И, наверное, самая главная причина – это полностью поменявшиеся расклады по линии власть-криминал. В 90-е годы это была преступность антисистемная. То есть ей противостояла государственная система. И это продолжалось до середины примерно нулевых годов. То есть, несмотря на то, что были крупные банды, несмотря на то, что были крупные мафиозные структуры, что у них были серьезные экономические финансы и прочие возможности, они противостояли системе государства. И государство, постепенно портясь, постепенно вовлекаясь в коррупцию и прочее, 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 тем не менее противостояло этой преступности. И поэтому была система, сдерживающая эту преступность. Были службы безопасности, были крупные компании, такие, как наша, которые не позволяли бандитам, ну, как бы так сказать, доминировать в бизнесе. А теперь вопрос. Как вы думаете, насколько системна преступность в США? Вот насколько она централизована? В Мексике, например, ответ очевиден. Да, мощная, практически, бизнес-структурой картелей при слабом государстве. А в США преступным группировкам противостоит мощное государство, обладающее абсолютно определенно монополией на насилие. А что в России? И к нулевым годам произошла следующая, так сказать, трансформация мафии. Она ушла под погоны. По сути дела, преступность просто захватила власть. Ну, она даже не схватила. Просто власть стала полностью криминальной и преступной. Это произошло из-за узурпации власти, из-за ликвидации демократических свобод, из-за ликвидации гласности, свободы слова и так далее. Где-то там, к 11-му году примерно все это уже оформилось, захват власти, когда государство получает монополию на насилие, на беспредел, на произвол, на убийство, на пытки и так далее. И бандитское оно не только по линии отношений с бизнесом, это государство, а в первую очередь по линии отношения к своим гражданам. Вот отношение к гражданам в России совершенно бандитское на всех властных уровнях. На самом деле, даже, мне кажется, хуже, чем отношение к картелям и гражданам Мексики. Там уважение к простым мексиканцам, мне кажется, реально больше, чем уважение к простым россиянам у российской же власти. И это в мирное время. А в военное, тем более, когда война идет не так, как хотелось бы главарю картеля ОЗЕРУ, так и подавно. Многие говорят, что Россия не СССР. Ну, так и есть. Россия определенно хуже. Россия будет гнать своих граждан на убой и на военные заводы, при этом купаясь в немыслимой и неприкрытой роскоши. Кирпичик в фундамент такой схемы уже закладывается. Пока на уровне пропаганды. То есть у нас фронт есть военный, да, вот там СВО. А трудовой фронт где? Научный фронт где? Есть трудовой фронт? Есть! В рамках обороны промышленного комплекса и тех смежников, которые обеспечивают. А сколько тех, которые вообще в стороне стоят от этого трудового фронта, даже не чешутся? Привет, подростки у станков, стоящие на ящиках и вытачивающие гильзы для снарядов или там сами снаряды, и не помню уже. Красавчики смогут повторить, как деды. Ну, в основной массе своей нынешние граждане России представляли себе подвиг дедов, как такие парадные картинки, описывающие 45-й год примерно весну, да, когда победным шагом шли освободители, на самом деле мародеры и насильники. Но об этом не расскажут в России не только в школах, но и везде. Ну, там аромат победы, вот этот оптимизм победителей. А на самом деле деды победили голодом, бесконечными смертями, бессмысленными часто, бесконечной нищетой. Ну, что, Россия уверенно идет по этому пути. Пока в самом начале, но скорость потрясающая. Посмотрите, если у вас на военном заводе расходы выросли в два раза, цены повысились в полтора, а ваша зарплата осталась на прежнем уровне, то даже если на военном заводе работает треть, то две трети-то остались все равно. Все равно им приходится идти в банк для того, чтобы... То есть в среднем, да, средняя арифметическая стресс, средняя температура больницы растет, все прекрасно. Да, но если у вас зэк, который сидел на государственных харчах, получил 2 миллиона за подписание контракта и отправился, и получает 400 тысяч рублей в месяц, да, а вы как получали свои 70, так, ну, выросло у вас до 80. Да, да. Сложил вас, даже если таких, как Руи, будет 10, а зэк один, все равно ваше среднее резко вырастет, да. А там, где бедность, там и преступность, не та, которая сейчас, да, инкорпорированная в государство и крышуемая государством, а самая, что ни на есть, такая, шальная, как императрица певички Успенской, уличная, как в 90-е, но только больше. В том смысле, потому что ветеранов СВО будет больше, чем афганцев было тогда, а идеи типа построения коммунизма у народа не будет. Важно на самом деле. Есть и другие отличия, не менее важные. То есть, если как бы те, кто воевал там в Афгане, они, ну, как бы воспринимались, ну, люди, которых послали, да, их обманули, да, они там ни в чем не виноваты, да, они, в общем-то, не знали, что они творят и так далее. К ним было такое отношение, ну, достаточно исходительное, уважительное, скажем так, в общем. Поэтому там дали льготы, преимущества и прочее, прочее, прочее. То сейчас такого времени просто нет. Вот сейчас они вернутся. Они вернутся, как раздражающий фактор. Они вернутся, как угроза. Путинский режим, я уверен, рухнет или с ним что-то произойдет. И поэтому к этим людям будет очень совершенно другое настроение, совершенно другое отношение. Пока жив Путин, пока жив его режим, они попытаются из них сделать там героик, но это будет плохо воспринято все в общее. Потому что там героизм совершенно никаким не пахнет, и все это быстро орел слетит из них героически. И они будут просто большой головной боли, большой проблемой для любого режима, для любой власти. Знает ли российская верхушка об опасности возвращения домой сотен тысяч убийц с поломанной психикой? Конечно, знают. Они на самом деле не тупые и очень циничные люди. Так а план какой тогда? Может быть реабилитация и социализация сотен тысяч ветеранов несправедливой войны? Самим не смешно? После Вьетнама Соединенные Штаты с большим трудом через потрясения, через катаклизмы, еле-еле выдохнули сотни тысяч ветеранов Вьетнама. А Россия, значит, с этим справится, да, быстро, будет на это бабло выделять. Да, конечно. У России есть свой рецепт работы с ветеранами. И этот рецепт – это бесконечная война. Это нас вынуждает на сегодняшний день принимать адекватные меры. А зачем нам угроза с Прибалтики? Ну, они сейчас Прибалтику оружием накачивают. Танковая бригада – это не оборонительная бригада, друзья мои. Танковая бригада – это бригада для наступления. Танки – это что? Средства прорыва. А не средства обороны. Гудериан, ахтунг панцирь. Повтора нам не надо. Не надо. Значит, у нас должен появиться Прибалтийский фронт. По сути своей на сегодняшний день пора формировать. Тем более, что они грозят, что не собираются блокировать Балтику. Я про то же. Не дадим такой возможности. Мне лично после такого спича не хватало предложения еще наливая засказанное, исполненного над такой запаской, накрытой клеенкой, с килькой, шпротами, батоном и такими прочими элементами гаражного пиршества. Ну и ценность такой аналитики, она такая же, как у старого ржавого москвича, за которым такие пиршества традиционные и происходят в гаражах. Прибалтийский фронт они могут открыть, разве что вместе с Бурганом, бутылочкой контрабандного рижского бальзама. А допив ее, тут же закрыть. Потому что воевать с НАТО, воевалка не выросла. Они сами это признают. Ну, не Гурулев, а другие, более адекватные военные эксперты. А вот казахский фронт открыть, это да. Или армянский. Казахский, кстати, перспективнее. Ну, с российской точки зрения извращенный. Просторы, степи, да, самая длинная, неконтролируемая сухопутная граница в мире. Есть возможность для маневра этими сотнями тысяч орпов. Пешком. Ну, потому что техники уже сейчас на фронте не хватает, а будет еще меньше. Поэтому, вот, учитывая все это, я в сотый раз говорю. Ребята, казахи, армяне, дорогие. Используйте время, которое вам дают ВСУ с пользой. Готовьтесь, собирайте раму, тренируйте силы, отражения, удары. Прежде чем это чудовище развалится, оно успеет и вашей крови попить. Одной из стратегических задач Украины на данном этапе является мобилизировать весь мир. Насколько это возможно на борьбу вот с этим фашистским чудовищем. Ну, или хотя бы там мобилизировать правящие круги в западных странах. Заинтересованность Украины, она состоит в двух моментах, которые для нас важны. То есть для нас выборы в США, это в принципе не вопрос личностей. Это вопрос того, что мы заинтересованы в том, чтобы США оставались сильным игроком. Активным игроком, который за демократию и готов ее активно защищать. И вторая позиция, это, кстати, президент Зеленский озвучивал. Здесь все понятно. Это двупартийная поддержка. Поэтому мы во время визитов в США уделяем большое внимание коммуникации, координации со всеми представителями. Донесение, да, мы слышим критику от республиканцев, да, мы слышим критику от трампистов. Но мы реагируем на нее, пытаемся переубедить и доказать свою позицию. И показать широту проблематики, что это не только касается Украины. Что путь на мягкую капитуляцию, это путь к продолжению агрессии. Которая спохнет с новым витком. И которая может выйти за рамки Украины. И тогда это будет намного больше вызов, намного больше, более дорогой. И ресурсно-затратный для Запада и для США. И тут дело исключительно в том, что Украина это единственный участник нынешней войны, для которого она является экзистенциальной. То есть такой, которая угрожает самому существованию государства Украины. Для всех остальных это война за соблюдение миропорядка. Война за принципы, за сферы влияния. И только мы боремся за жизнь, не за комфорт, а за жизнь. За жизненно необходимое для нас право самим решать свою судьбу. А не ложиться покорно под безжалостный имперский нож с двухглавой птицей на горле. Это понимание дает нам силы и дает нам смелость. Есть еще одна страна в мире, которая также ведет такую же экзистенциальную борьбу с превосходящими силами окружающего противника. И которая также умеет вовремя, в своих интересах, давить на газ, не спрашивая ни у кого. Американцы в очень многих вопросах там нажимают на тормоз. Когда могли бы не нажимать. И офис президента, мне кажется, один раз уже попробовал воду, отдав команду начать курскую операцию. Она была отдана именно в момент пересменки. Да. После того, как стало понятно, что Байден не идет. С американцами не посоветовались. И небо на землю не упало. И поддержку от американцев мы не потеряли. Что, собственно, и следовало доказать и ожидать, про что мы тоже опять-таки с тобой много раз в эфирах говорили. Запад поддерживает тех, кто разделяет западные ценности, хотя бы в понимании того, что в современном мире никакая хорошая война не будет выгоднее, хоть и плохого на мир. Понимаете, котики, Запад за последние 30 лет слишком хорошо прочувствовал вкус выгод, которые принесло мирное время. Эти выгоды привели к самому обильному времени в истории человечества. Времени, которое подарило немыслимый столетиями технический прогресс и рывок. Времени, объединившего мир немыслимой доселе паутиной интересов и преимуществ. И в основе этого благоденствия лежал принцип нерушимости границ. Да, это время и это благоденствие расслабило и западные элиты, и западное общество. Да, поэтому сейчас Украине, Израилю приходится быть ледоколами, которые кромсают паковый лед нерешительности. Но у нас нет другого выхода, увы. И да, мы будем бороться за каждый голос, справа и слева, у демократов, у респов, у тори, у вигов, у социалистов. Мы будем уговаривать всех. И мы добьемся своего. Заявление кандидата президента и действия президента – это немножко разные вещи. И вряд ли Трамп захочет выглядеть побежденным Путиным. Вряд ли Трамп захочет быть тем президентом, который перечеркнет все те ресурсы, идеи, которые были потрачены в США на выстраивание своих отношений с союзниками. Поскольку давление на Украину с принятием позиций Российской Федерации – это фактически уступка. И это кидок своих партнеров. И в целом это может быть достаточно плохой председент. Поэтому я далеко не уверен, что он будет действовать так, как он иногда говорит сейчас. И какие сентенции он, скажем, бросает. Плюс давай не забывать, что есть еще другой игрок – Путин. И как он будет действовать. Что он будет пойти. Захочет ли он увеличить градус эскалации и что-то такое сделать, которое просто может перечеркнуть. А подход Трампа к вопросу умиротворения и давления на Украину. Когда от него все будут реагировать, в первую очередь, его граждане. Ну, слушайте, это вообще неадекватно. Давайте все-таки здесь точно не будем подыгрывать. Поэтому вариативность, она достаточно большая и серьезная. И мы будем использовать для этого все меры, все методы, все способы и все возможности. То, что может дать каждый из нас, будет использовано для нашей победы. Всех. От солдата до президента. Обе стороны, и демократы, и республиканцы крайне ревниво относятся друг к другу. Зеленский, как ни как Путин, на данный момент, одна из центральных фигур в мировой политике, как бы, кто бы к этому ни относился. И поэтому, конечно, все хотят его иметь на своей стороне. И извлечь максимум дивидендов в этой крайне плотной избирательной гонке. А все, что остается нашим врагам, это ерничать, изворачиваться, лгать, напропалую, кривляться. Очень не случайно первым пунктом назначения Зеленского становится вот этот вот оружейный завод в Скрентоне. Скрентон, это штат Пенсильвания. В контексте президентских выборов США, очевидно, важнейший штат, где живет очень большая украинская община. И не зря губернатор Джордж Шапира, который принимал Зеленского после посещения этого завода, на это обратил внимание. То есть его привезли для чего? Для того, чтобы проагитировать за демократов украинцев в Пенсильвании. Вот это номер один вообще в его визите. Не ООН, не встреча с Байденом. С чего начали? Это самое важное. А, ну да, 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 точно, извините. И пытаться вбить к линии между нами и нашими партнерами. Ничего нового. Россия, и это, наверное, главное, квинтэссенция того, что я хотел вам сказать, не умеет строить. Справедливое общество, уютную среду обитания для всех граждан, а не только для москвичей и питерцев, привлекательную идею для других народов, что-то, частью чего хочется быть. Сто Россия прекрасно умеет разрушать. Доказан украинским Донбассом. Расчет Российской Федерации, он состоит не на том, что Трамп победит. Они играют на расколе. Им очень нравится, когда американцы между собой собачатся. Когда у них разные взгляды. Когда планка ненависти поднимается на высокий уровень. Мы имеем покушение на кандидатов и все остальное. Им очень нравится то, когда бы США ухудшали свои отношения с союзниками. Они играют на раскол в широком понимании этого, скажем, подхода. Вот это их самая главная задача. Вот только фиг у них получится. В том числе и потому, что... Называйте меня наивным, но добро всегда побеждает срок. Да, пусть это наивно. Я могу подробно расписать, почему, по моему мнению, у Путина не получится расколоть американское общество настолько, что оно не сможет найти общий язык. Почему у него не получится уничтожить Украину? В стратегической перспективе ничего не получится. Если мы будем и далее бороться. Здесь, в Украине, против его орков. В Европе и США, против агентов влияния, против пропаганды. В России, против системы, которую он построил. Это возможно. И мы обязательно поговорим, как это. Ну а пока, вперед! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова